Сегодня такой завершающий блок курса лекций по гамилетике про возглашение проповеди. Мы вчера говорили о структуре, о форме, а теперь проповедь это также про возглашение. Помните наш такой вот кружочек, там библейское содержание, проповедь это включается, библейское содержание, форма, структура и коммуникация. Все это вместе это и есть проповедь. И вот сегодня немножко поговорим о коммуникации, но мы еще потренируемся, чтобы практически какие-то вещи закрепить. То, что через руки не прошло, не пощупали наши руки, часто пропадает, уходит в забвение. А Марина опоздала, а Марина опоздала. Значит, про возглашение проповеди. Бывает так, что проповедь провозглашается, говорится и происходит такой вот момент. Момент первый или вот такой вот так вот. Тоже, да. Этот вариант лучше, чем вот этот. Когда на последней скамейке так резко так хопа вырубился, все, ушел переваривать. Но бывает не так страшно. Бывает так вот во время проповеди кто-то так вот отключился. И поэтому на проповеднике лежит огромная ответственность. Потому что теперь вот те вот труды, о которых мы говорили раньше, да, вот та вот, когда мы как шахтеры погружались в мир текста, да, изучали формы, структуры, вышлиняли содержание, да, определялись функции текста. То есть все эти труды, например, если там это профессиональный проповедник, ну, который, ну, вот каждое воскресенье, мне практически нужно каждое воскресенье проповедовать. Ну, плюс-минус там за исключением пару дней. И это, ну, такая рутина, тем более, это, знаете, когда читаете книги, там, американских пасторов, что я уже с понедельника сажусь и читаю, у него в 6 часов в день это он работает над проповедью. То есть я пока себе не могу позволить 6-часовой рабочий день, ну, в середине нет офиса пастырского, да, кабинета, где, то есть я сижу, и потом в субботу я, говорит, нет, в субботу я провожу время с семьей. То есть чаще всего проповедники, бывает, в субботу готовятся, ну, те, у которых служение в воскресенье. Ну, я стараюсь не откладывать все на последний момент, но бывает такое, что особенно, когда я уже начал использовать, ну, PowerPoint, ну, презентации, и бывает так, что в 6 утра я просыпаюсь или в 5 в воскресенье и уже доделываю, то есть все уже монтирую, делаю слайды, делаю план, то есть бывает, потому что уже к вечеру такая голова, что, ну, сложно. Я решил себе, нет, нужно, потом приходишь и уставший, а вдруг война, а я уставший, да. Все приготовил, хорошо поработал, вышел, а нету настроения. Ну, действие кофе уже закончилось, вышел, и, в принципе, неплохо, говоришь, так вяленько, ну, так, и... А вот если бы выспался, сказал бы, ну, поэтому коммуникация, то есть труда столько положено, да, вы очень хорошо поработали, вышли, и что-то случилось, что не произошло коммуникации, и все эти труды, можно сказать, пропали. Поэтому провозглашение проповеди – это не самое основное и не единственное, да, потому что мы, как слушатели, думаем, что вот, да, это проповедь, но за проповедью стоит целое дело, но это важный элемент, потому что если... И в нашей этой схеме коммуникации, помните, мы говорили, что каждый момент очень важен, каждый момент очень важен, но вот здесь, если не будет хорошей коммуникации, где наша сейчас схемка по коммуникации, я найду, а вот она, проехал. Вот, видите, все, все очень важно, чтобы была коммуникация, да, чтобы этот цикл... И вот я формирую сигнал, и вот он идет на получателя, да, вот этот момент мы сейчас с вами рассматриваем, как он, как достиг... Вчера мы говорили, вот как сигнал, да, то есть как вот сам код мы делаем, а теперь вопрос, дойдет ли сигнал до получателя, или будет ли постоянно эта проблема. Она всегда будет. Источник шума может быть, что я не выспался, и очень вяленький. То есть это уже помехи, да. Источник шума, я не до конца разобрался, мой текст, моя проповедь вообще неясная, да, много неясностей, это помеха, это помехи, да, для сигнала, и так далее. Окей, значит, говорим сегодня уже о провозглашении. Ну, а давайте вернемся в вчерашний день, ну, в смысле, подытожим вчерашний день. Мы говорили, нашу мантру мы должны выучить, да, вот она. То есть мы вчера говорили, что нужно, вот, для начала это фундаментальный простой закон. Потом ваши проповеди могут быть смешанного типа, да, то есть вы можете, но лучше начать, вот, с простых, но фундаментальных вещей, как вот в музыке. Я своего сына пытаюсь как-то мотивировать, спасибо, он занимается в музыкальной школе, играет на пианино, ну, что-то есть у него талант, учительница его выставляет на конкурс и все, ну, моего мальчишка, ему это там телепили, там, эти этюды, там, на пианино не очень. Что ему нравится? Ему нравится играть на бас-гитаре, то там был ударник, он хотел играть на ударнике, на электрогитаре, то есть на это его тянет, так ведь? А вот на клавиши нажимать, говорю, ну, поменьше, ты изучаешь фундаментальные основы музыки. То есть если ты их не поймешь, не выучишь, ну, есть от Бога такой гитарист ни одного класса, ни одной ноты не знает и играет. Ну, таких, ну, гениев-то, в принципе, мало, вот, и вот его владею, что есть фундаментальные законы, они важны, что для игры на гитаре, на бас-гитаре, на любом. Оказывается, что, когда играешь на барабане, там тоже есть какие-то свои законы, так ведь? Своя мелодия, свои эти самые. И эти фундаментальные законы очень важны. Вот даже был такой пример, они там, была такая вот подростковая группа у нас в церкви такая, ну, небольшая, они там пару раз сыграли, ему было 10 лет, а там были ребята, там, и 15 лет, и 14, но у тех нету музыкального образования, ну, просто желание, как я когда-то научился во дворе играть на гитаре. Я знаю аккорды, могу перебирать, могу боем бить, ну, вот так вот, от такого внутреннего, природного, ну, я не знаю грамоты музыкальной. И вот через время я смотрю уже, постепенно Андрей, мой сын, начинает уже командовать. Вот ты неправильно взял ноту, ты там неправильно вступил, все, и те его слушают. Я говорю, смотри, ты всего лишь там 3 класса, там, или 4, я не помню, музыкально, но ты уже создал команду и игру. Почему? Потому что ты какие-то вещи знаешь, фундаментальные. И тебя слушают ребята, потому что они этого не знают. Поэтому вы потом вырастите, кто-то будет, и я использую смешанную эти проповеди. Но есть фундаментальные законы. Вот первый из них я хотел бы, чтобы мы знали, да. Один текст для проповеди, один текст, одна истина библейская, одно применение. И мы говорили с вами, да, что мы берем одну тему для проповедей, которая исходит из одного текста. Можно использовать еще тексты, но для начала взять один текст. Понимаете, да? Можно подкреплять или аргументировать, но чтобы в церковь слушатель запомнил этот один текст. Ушел с этой истины как с флагом. Как с Макдональдса дети выходят шариками, да. В таке человек выходит с этим шариком в церкви, да. То есть там все, текст, истина и применение. Он идет с ним. И он будет это помнить. Одна библейская истина. Нужна и желание. Обязательно проповедь это как два берега, да. То есть проповедь это мост, который соединяет два берега. Какая нужда, какое желание у человека. И цель нашей риторики, да, помните, вдохновить или убедить. Но опять же на действие. Тем проповедь или проповедование, как действие отличается от лекции или там урока, да. Что лекция и урок может трансформировать, изменить сознание, да, или понимание через новую информацию. Но в принципе ее цель прояснить, уточнить там и дать какую-то информацию. Проповедование побуждает или вдохновляет на какой-то поступок, на какое-то действие. И мы формируем перед проповедью тезисное такое утверждение. Какова наша, то есть наш риторический тезис. Я хочу своей проповедью убедить или вдохновить общину, сделать или поступить, или совершить то-то, то-то и то-то. Есть, да? Мы об этом говорили. Теперь мы уже вышли и провозглашаем. Опять, каждый раз, бывает, едешь, уже все собрал, ну вот, допустим, нужно срочно, да, где-то, ну, выступить или что. Нужно собрать. Какую одну мысль я хочу, чтобы люди понимали? И что я хочу, чтобы они с этим сделали? То есть, ну, это обобщение прошлого, да. То есть, снова я должен знать, вот, вы волнуетесь, вы переживаете, да, вы, может быть, впервые, впервые будете сейчас перед какой-то аудиторией, да. Это очень ответственный момент. И начинается волнение. И что идет? Рассеивание, да. Память отказывается, да, нельзя собрать, идет какой-то мандраж. Ну, вот, две вещи должны, вот, вы должны, они должны, ну, как бы, держать, да, или, как, скажем, две ноги, две опоры. Какую одну мысль я хочу, чтобы люди поняли после моего выступления, и что я хочу, чтобы они с этим сделали? Понимаете, да? Все, как бы вас там не, вы не волновались, как бы вы там не переживали, вы, эти две вещи, вот, это два вопроса. Вы идете к людям, что-то сказать, а про поведение просто что-то сказать, что потом с этим делать? Все, есть, да? Ну, до этого, конечно, если что-то до конца не выяснено, да, например, вы работали с текстом, копайте, пока не найдете одну главную идею или мысль. А просто немножко повторим, да. Копайте, рассматривайте текст, пока не найдете одну главную идею или мысль. Выстроите все вокруг этой главной мысли. Все, все ваше сообщение, проповедь, там, выступление, да, оно должно вращаться вокруг этой главной мысли. Помните, стрела наша, да, все вращается вокруг этого. И вот что самое главное, сделайте свое сообщение или проповедь или выступление запоминающимся. И вот это вот часть коммуникации, да. Сделать все так, чтобы это запомнилось. Вспомните проповеди, которые вам запомнились. Кстати, я хочу, у меня весь день вчера сердце было неспокойно, бываете, знаете, так заведешься, говоришь, где-то делаешь какие-то обобщения. Я так вчера бронил фразу, что когда учил одних ребят, говорю, посмотрите, сделайте мониторинг проповедей, там, включите СНЛ. Я так сказал, что и ребята пришли, да, там много ваты, да, сахара, да, ерунды. То есть вот я не хочу сказать, что там, я не о СНЛ, да, там очень много интересных, красивых проповедей и спикеров, да, то есть просто я так боялся, чтобы вы меня поняли, что я, ну, чтобы меня не поняли, что я так очень критично. Нет, но попадаются, когда вот ребята мониторили разные проповеди, которые у них были, видели, слушали, да, я просто так СНЛ и пошел дальше, да. Но я не обвиняюсь в СНЛ, то есть просто мне было так неспокойно, что я, как бы так вот, знаете, ну, неуважительно отнесся, ну, там есть очень красивые спикеры, такие профессиональные, у которых учиться и учиться. Это, кстати, вот может помочь вам, если вы хотите, да, то есть нужно смотреть, как говорят другие, не копировать, не подражать, а просто смотреть. И вы уже должны слушать уже профессионально, да, то есть интересно, какая главная мысль сейчас вот вбивается, да, каким, какими средствами эта главная мысль сейчас доносится, да. Вот давайте вот, помните вы какую-то проповедь? Вот что вам больше всего в этой, ну, как, запомнилась ли вам тема, главная идея какой-то проповеди? Все. Но есть такие проповеди, которые вы запомнили, вот они, как бы, такие запоминающиеся, их помните. Идеи, да, темы. Что еще вы помните, может быть, из каких-то проповедей? Наглядный пример. Вот это вот есть, это здорово, когда есть примеры, но бывает, помнишь, только один пример, одну историю. И это то, что еще говорил Чарльз Перджин, что бывает, беритесь осторожно с примерами истории, потому что они, есть факт ослепления, то есть они ослепляют. То есть, если вы сейчас встанете и посмотрите на пушку, да, вот я сейчас делаю, меня ослепит свет, и я долгое время, ну, мне будет, ну, пока я вас увижу. Это самое бывает, какой-то пример, он настолько яркий, что он, знаете, как вспышка, влияет на наше воображение и мышление, что, в принципе, все остальное уже теряется, то есть не видно. И это проблема, то есть иллюстрация должна пролить свет, ну, проиллюстрировать, да, объяснить, но если она поглощает всю нашу память, то есть это, значит, неправильно было использовано. То есть это не всегда вина проповедника, но поэтому, когда используем примеры иллюстрации, не они должны у нас храниться в памяти. Понимаете, да? Значит, делайте ее, надо сделать, чтобы она запоминалась. Это, особенно, если вы очень часто проповедуете, то, опять же, я просто знаю, что не все проповеди мои запоминаются, более того, я их не все помню, я их не помню все. И более того, мне говорят, слушай, скинь пару, у меня их нету. Как, ты их не хранишь? Нет. А конспекты? Выбрасываю. Ну, сейчас, единственное, у меня остаются парапоинты. А почему? А зачем? Потому что для меня проповедь, я с самого начала сказал, что? Это действие здесь и сейчас. Здесь и сейчас я провозглашаю, здесь и сейчас вы сталкиваетесь с словом, здесь и сейчас Бог действует, поэтому я не пишу какие-то книги, статьи, чтобы они хранились. В следующий раз я снова выйду, чтобы работать на здесь и сейчас. Поэтому у меня нет такой какой-то идеи хранить свои проповеди. Есть масса потрясающих книг, которые могут раскрыть глубже и интереснее темы, о которых я говорю. Понимаете? Говорят, нет, но ведь могут другие послушать. Я отвечаю перед Богом за одну маленькую общину, в которой я служу. У меня нет какого-то мессианского синдрома, что я отвечаю за весь мир и за все церкви. Или отвечаю за то время, когда меня приглашают говорить, общаться, читать или учить. Понимаете, да? Может, я не прав, но это мой подход. То есть, если вас интересует какая-то тема, сейчас есть интернет, сейчас есть СНЛ, сейчас есть христианские книги, пожалуйста, пошел себе купил, что-то непонятное я тебе объясню. Это мой такой подход. Поэтому не все проповеди будут запоминаться, но важно, чтобы проповедь помнилась все равно. Потому что когда большое количество, есть проповеди, которые я помню сам, они меня сами вдохнули. Есть проповеди, которые я слышу, духи проповедника, я их помню, есть не помню. Но они сделали какой-то эффект, они сделали какое-то действие. То есть, это такое вот незаметное, как бывало, когда я работал в ХГУ, то есть от сессии к сессии, так вроде бы раз, о, сессия, приходят теологи, я не так сильно готов, я не доделал там какие-то исследования, то есть я не расширил какую-то тему, что-то раз, раз, выходишь, читаешь лекции, студенты, ва, класс, какие-то новые вещи, думаю, а что, ну, почему, потому что незаметно день за днем, когда ты читаешь, думаешь, записываешь, кажется, что это не такой вот прорыв, да? То есть, есть такое вот представление, когда вот тебе этот предмет становится понятным, ясным, и кажется, ну, это ты далеко не ушел, да, то есть постепенно, но постепенно складывается картинка. Ты все равно куда-то пошел, ты думаешь об этом, ты читаешь об этом, ты делаешь какие-то заметки, ты сравниваешь, и это такой вот такой незаметный процесс, так же, то есть он влияет на меня. То есть, в принципе, мне кажется, что какие-то вещи я уже забыл, да, но они все равно созидают во мне, да, какую-то ткань, плетут. Так же самое и какие-то проповеди, может быть, не все мы их можем запомнить, но они, если они нас касались, что-то, то есть они, они как бы, ну, но для проповеди все равно, все равно этот очень важный момент, то есть делать ее запоминающейся, это послание. Опять же, я должен как бы сбалансированно подойти. При таком потоке информации думать, что каждая моя проповедь будет помнится церковью, то есть это, ну, сверх, это просто, ну, не то, что, это наивность, это же нахальство. Наглость. Но все равно я должен делать, чтобы эта проповедь хотя бы помнилась неделю. Следующая будет, может быть, еще лучше, она забьет, ну, понимаете, все равно это послание должен быть запоминающимся. Человек выходит с шариком, как дети выходят с Макдональдса. Довольные, ведут такие вот, и все видят, о, они вышли с шариками. То есть у них написано на глазах, ну, я-то шучу. Понятно, да? Еще очень важно для коммуникации сделать это послание, то есть вашим личным. Помните, мы говорили еще в древности, Аристотель говорил, чтобы речь была убедительна, должен быть логос, патос и этос. Логос – это само содержание речи, да, а патос – это сердце, это эмоциональность. Как вовлечен оратор, как вовлечен человек, говорящий, да, в то, что он говорит. То есть то, что мы говорим, в первую очередь должно волновать нас. Мы должны быть взволнованы. Помните, я говорил, это обрыдло. Здесь не нужно какие-то там излишние нагнетания эмоций, знаете, вот играть на публику, там какая-то артистичность, оно должно быть все естественно. Есть люди, которые, ну, просто у них, они вот экстравертного типа, да, но некоторые спикеры, они интроверты, но человек может не махать руками, не бегать там по всему залу, что у всех уже голова закружилась, да, там, то есть мелькают, и только все такие раз, 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 и один уже вырубился, потому что действительно иногда кому-то сложно такое вот мелькание. Даже если человек не такой экспрессивен и неподвижен, он может, у него в голосе будет, потому что подача информации не только вербальна, но интонация, тон, волнение, радость, подъем, пауза или такой шепот, да, то есть оно, ну, можно это выточить так, такое мастерство, но когда я вовлечен в это лично, то оно естественно получается, так ведь? Если эта вещь, этот вопрос волнует меня, то эмоции будут работать, мы так устроены, так настроена наша сущность, что эмоции будут все равно правы, поэтому надо сделать его личным, то есть переживать. Нужно вовлечь аудиторию, мы немножко об этом поговорим сегодня, и найти свой голос, то, о чем будем говорить, сделать послание, то есть вовлечь слушателей, то, о чем мы говорим, найти свой голос, вопрос, и еще очень важно для коммуникации, мы сейчас перейдем к правилам вовлечения, во-первых, нужно проверить свою скорость, скорость подачи материала, опять же, проповедь как устное провозглашение, устная коммуникация отличается от текста, да, текст читаешь, можно вернуться, где закончил, даже на лекции можно так, а ну давайте вернемся к этому, да, в устном провозглашении все идет, это онлайн, поэтому очень важно, ну, с скоростью разобраться, это вот моя проблема, у меня бывает, тут церковь уже привыкла, что я могу быстро говорить, и для меня тоже проблема, потому что если я быстро говорю, иногда могу, у меня бывает мысль, так я могу, ну, импровизировать, у меня может мысль пойти дальше, чем я успеваю говорить, это может быть на таком смысловом уровне, на таком физиологическом я могу немножко заикаться, да, то есть церковь ко мне привыкла, то есть у них нет проблем таких, но есть проблема для переводчиков, которые сидят и, ну, делают перевод, они, у нас тогда переводчиков, я просто не успеваю, то есть это все, и есть проблема для тех, кто фотографирует, потому что когда-то, когда делали фотки, у меня такие, такой вообще не фотогеничный, вообще все, все размазано, и я, ну, я теперь делаю специально, если там нужно кому-то сделать фотки, я так встану, так вот, или так, то есть, ну, я понимаю, нужен момент, потому что иначе, иначе не будет, иначе не будет. Кстати, мне так бы хотелось фотографию, как вот я за этой кафедрой, там нельзя с камерой когда, нет, не люблю на себя смотреть и слушать, очень, мне раздражает, то, как я говорю, но бывает, она говорит, о, в этот раз было хорошо, фразы закончены, предложения закончены, все нормально, мне было классно переводить, но бывает, я так говорю, а потом все, а тут я уже, ну, и поэтому нужна скорость, но вопрос скорости не только, когда мы очень быстро говорим, и наоборот, если скорость подачи, она очень медленная, такая монотонная, и вот, братья и сестры, важный урок, важный урок здесь, и Марида, нет, а время, тинь, 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 тик, так идет, а он, это очень важно, да, и все такие, и начинают так, бобилки, тик, 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 и все там, или там, ну, самые такие, вот, правильные, они открывают Библию, и читают там, то, что им интересно, да, поэтому, когда мы говорим о скорости, то и очень большой скорости, и очень низкой, но скоростью можно, скорость тоже, если идет она органично, да, то есть бывает скорость, какой-то подъем, да, речи, начинаешь быстро говорить, а потом нужно, как в музыке, в мелодии, да, то есть раз, 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 такое, потом, то есть это, ну, это, как бы кто-то этому учится, я не знаю этих, ну, правил, да, или законов, принципов, но когда мы вовлечены, то есть у нас сработают естественные законы, Но иногда, когда бывает, мы же не, ну, так сказать, я не идеальный спикер, более того, я не есть такой совершенный спикер, я иногда делаю ошибки, но для меня, значит, я чувствую, что слишком быстро, когда я смотрю, раз, так, а еще в теории коммуникации я не стал просто ее сильно развивать дальше. Есть такая идея фидбэк, обратная связь, обратная связь, вот между, и вот обратная связь, которую я получаю в этой коммуникации, это такие глаза, как у Ли, так он смотрит, я шучу, то есть, опа, я смотрю, обратная связь такая, опа, все, я сигнал так, раз, надо чуть-чуть медленнее, да, или когда мы очень медленно говорим, то есть, какая обратная связь, когда так, Нет, ну, понимаете, мы должны, опять же, обратная связь, я упустил эту часть, ну, коммуникации, потому что там очень всего много, обратная связь, может быть, нас, ну, как быть, неверно, нами истолковано, например, человек не выспался, ну, реально не выспался, да, вот, и он пришел, и так вот, и нам кажется, ааа, ему скучно, и мы начинаем что-то там поживее, то есть, ну, это не означает, что мы, ну, чисто, человек, ну, не выспался, И он, там, или, допустим, кто-то кому-то что-то раз-раз говорит, и кто-то, ну, допустим, первый, они, наверное, обсуждают сейчас меня, ааа, то есть, это не означает, это просто, можно сказать, что, ты, как классно он говорит, да, может быть, или просто, слушай, ты чайник выключил вообще, то есть, ну, разные вещи могут быть, Поэтому обратная связь очень важна, то есть, мы, как бы, видим, потому что это коммуникация, но иногда ее нужно, ну, не сильно так уже, там, маниакально так подходить, патологически, да, к этой, помните, что нас, даже если вдруг у вас есть наша одна идея, одно применение, и вот вы просто идете уже, невзирая ни на что, Потому что многие вещи внешние могут нас как-то выбивать, да, то есть, ну, ааа, там, тот не так, и тот раз встал, вышел, думаешь, ааа, ему не нравится, но он резко захотел туалет, просто резко захотел, или там еще что-то, ну, телефон обычно сейчас. Поэтому иногда обратная связь, ну, не всегда говорит нам то, что есть на самом деле, но это часть коммуникации мы должны видеть, если так раз, если я быстро уже говорю, и переводчица уже там дым идет, это обратная связь, это же медленно говорить. Или я вижу какой-то уже вопрос в людях, я, я, я лично понимаю, все так, я не досказываю до конца предложение, это одна из моих проблем, то есть, я раз, раз и пошел. А тут есть такая автоматическая ошибка, да, у преподавателей, у всех, когда тема или вопрос тебе настолько известен, что кажется, ну, это понятные вещи, и ты передаешь не всю картинку, а какие-то фрагменты. Ты передаешь, но ты же, ну, у меня же эта картинка есть, я даю отдельные фрагменты, перескакиваю, например, но дело в том, что у слушателя, у слушателей-то формируется картинка из этих фрагментов, которые я выдал. Я-то остаюсь при своем понимании, и мне кажется, здесь, ну, понятно, а у людей, скажем, из всей картинки, да, то есть, ну, каких-то там 3-4 фрагмента, и вот они вот лепят между собой, и никак не могут создать эту картинку. Поэтому вот послание должно быть, помните, в начнем начале, оно должно быть, там, 3 принципы, единство, последовательность и цельность, да, оно должно быть максимально, вот старый конспект, там, позавчерашний там был у вас, то есть, оно должно быть, представляете, цельная картинка, то есть, целость, и все должен выдать, потому что это общая картинка, здесь какие-то фрагменты. Если какое-то у нас общее поле уже есть, какие-то общие вещи, то это другой вопрос. Вот, это у меня проблема, я могу, там, раз-раз убежал вперед, благодаря, ну, скорости, да, большой, и какие-то моменты оставил. Ну, бывает, к счастью, что это несущественные моменты, какие-то детали, которые, ну, может быть, уже понятно, тезис понятен, да, то есть, не надо там еще, там, 2-3, ну, подпункта, которые, там, его иллюстрируют или доказывают, да, то есть, если так, то неважно. Но если это существенно для поддержания тезиса, его развития, да, то, значит, это уже все. Вот, это иногда проблема из-за скорости, это моя проблема. Поэтому вот нужно сбавлять скорость на поворотах, особенно, где очень важный момент. Потому что слушали, такой, и поехали, он еще там, он еще там остался, он еще ничего не понял, мы уже, смотри, вот это, это такая истина классная, и такой, пошел такой, понимаете, это очень важно. И, конечно же, добавить в путешествие что-то неожиданное. Это борьба за внимание, мы, спикеры воюют за внимание, за него нужно бороться, да. И путешествие должно быть, как, что-то какая-то фишка, что-то такое, вот, что-то, вот, ну, неожиданное. Вот, поэтому, иногда мы пренебрегаем этим. Я думаю, иногда спикеры или проповедники выходят, и оно где-то вот присутствует, что церковь и так должна слушать то, что я говорю. Что там должно такое, ну, готовить обязательно. То есть, вышли, это Слово Божье, Слово Божье все должны слушать. Ну, так ведь? И не надо там что-то там, и все мы, ну, мы слушаем, и... Проповедь, это содержание библейское. Это структура, но это и коммуникация. Понимаете, это коммуникация. Поэтому надо готовить, надо готовить какие-то вещи, чтобы держать внимание. Потому что наше внимание не будет нам подчиняться лишь потому, что это библейская проповедь, это проповедь Божьего Слова. Наше внимание как-то вот может не подчиняться нам. Понимаете? И вы просто опытные слушатели уже, с опытом, ну, как и я, ну, я просто больше и говорю. Ну, вы как опытные слушатели знаете, что внимание нам не подчиняется. Даже если это очень важная вещь. Это просто важная вещь. Мы из этого не сможем жить без этого. А наше внимание не подчиняется. И правдиведник там просто, он уже, не знаю, там, он уже, ну, балет уже тут Чайковского, как ничего, танцует, все, а наше, а наше, а наше, а наше все. Поэтому это коммуникация. Коммуникация. Нужно всегда держать внимание какие-то вещи, готовить, чтобы это внимание... Это был вопрос, Лея Левовская? Что-что? Да. Не, мы же говорим, что мы не ответственны за принятие. Мы за это не отвечаем. Да, но я отвечаю за то, что я вышел, этих 15, 20, 30, час, которые мне дали. Здесь нужно понимать, я несовершенный человек, спикеры люди несовершенны, ограничены. Более того, ты вот знал, все, все, вышел там, вот что-то, кофе закончилось действовать, да, и все. Или, например, вот это моя проблема, я говорил, да, то есть я экстраверт, и у меня интуитивное, то есть, ну, принятие информации, то есть мне нужна общая картинка. Я вижу общую картинку, я вдохновлен ею, и вот я ее, как бы, вот, и обратно репрезентую. Мне очень скучно, когда детали, это не означает, я тружусь на детали, вот, когда вот я эти структуры, то есть нужно, но когда я формирую уже текст, проповедь и все, мне нужна вот общая, и как только, я даже в лекциях заметил, как только я начинаю, я себя, когда даже думал так, чтобы все эти вопросы решить, надо полностью себе все написать, да, допустим, проповедь, например, проповедь, да, не будем в лекции, но проповедь. Я себе написал, и начинаю, значит, и первый, кому становится скучно, это мне. То есть мне уже скучно, мне уже скучно читать. Да. Да. Это культура речи, да, тогда вот мы живем в таком контексте. И вот я читаю, и мне становится уже скучно, я проповедую, говорю, и мне становится скучно. И тут срабатывает фундаментальный закон. Если скучно становится мне, значит, естественно, скучно будет и вам. Поэтому каждый раз, когда я должен вернуться к каким-то деталям и что-то перечитывать, я уже, есть люди, которые, наоборот, они любят, у них выстроен так вот план, лекции, все детальное. И есть люди, которые любят принимать так информацию. Помню, я как-то читал один семинар, где выстроил все последовательно, по пункту, все так педантично. И один говорит, вот, вот оно. А мне было очень скучно в этот момент. Поэтому вот надо знать, да, но ведь в аудитории не все такие, как я. Это тоже нужно, но я как коммуникатор или, скажем, преподаватель или что, то есть все равно должен респект, если взять вот эти вот даже два типа восприятия информации, интуитивные и чувственные, то есть через сенсоры, да. Вот, просто я знаю, на семинарах, когда читаешь, и вот раз, какую-то картинку там, хопа, и те, кто вот такого, а, класс, такие вот это вот, они уже воображение включено, они видят, они отчас сидят такие, что-то, что-то сидит, вертит листочек, не может, а это вот, ну, где в этом плане? А я план написал, я уже вообще в другой стороне там, мне неинтересны же детали. А он, ну, подождите, а мы в нашем плане вот здесь, я говорю, да нет, это уже вообще выбрать, это уже все, мы же в другую тему рассматриваем. Ну, хорошо, сидит. Ладно, но, понимаете, поэтому я должен понимать, что есть и такие, я должен завершить, дать еще пару примеров, если чек, картинка еще не сложилась, да. Вот, понятно, максимально, то есть, мы не сможем, но нужно какой-то такой подход сбалансированный. Это скорость, особенно на поворотах, навигация по тексту очень-очень важна. И вот сейчас немножко, что такое, сейчас, секундочку, опять же, что, уже забыли, уже забыли, да. Создать карту, карту вашей речи, то есть, карта речи, да, вот, ну, навигация, да, навигация нашей речи, это не то же самое, что план, проповедь, или структура проповеди, да. То есть, пусть покажутся, а, какие-то еще лишние детали, лишние элементы, но вспомните, освождение машины, да. Кажется, что столько всего нужно делать, то есть, пока тронется, надо отжимать, значит, сцепление, тут же тихонечко газ, тут скорость, и тут надо, тут еще не забыть включить поворот. Я когда-то сдавал наваждение, нужно было повернуть налево, ну, так стояла машина, а я так заранее, думаю, включу, сразу так сел, и думаю, включу, и нажал на низ, то есть, правый. Поворот, думаю, включу, и заведусь, и уже будет моргать, чтобы, ну, потому что все детали, ну, очень сложно же, я включаюсь, завожусь, и тут мигает правый, а мы едем налево, короче, я уже понимаю, что все не так, и понимаете. Вот, поэтому карта, навигация моей речи, или навигация проповеди, коммуникации. Да, что это значит? Это значит, что, то есть, мы движемся по каким-то, ну, сказать, отрезкам, да, то есть, отрезкам, которые, ну, сейчас я, короче, это объясню. Значит, смотрите, карта коммуникации, и разные спикеры, или проповедники используют, ну, может быть, а может, и не используют, может, и не думают об этом, да, то есть, достаточно того, что. Это такие пункты, моря, океаны, там, я, мы, Бог, вы, мы, то есть, это карта проповеди, коммуникации, да, что это значит? Я, это начало, старт, то есть, мне нужно связать, это же коммуникация, да, проповедь, это коммуникация, а в коммуникации есть, это я, вы, мы, да, вот почему используем такие местоимения. Начало, я. Начало проповеди, может быть, начинаться с такого места, да, с такого места на нашей карте. У меня есть какая-то проблема, у меня есть какая-то дилемма. Вот, если так вчерашнюю эту проповедь, когда я делился, да, я сказал, у меня есть мечта, у меня есть вопрос, я не знаю, каковы, вот, я очень впечатлен и вдохновлен примерами других профессий, да, то есть, я завидую, ну, хорошая зависть у мужчинам, которые, вот, раз, построили дом, съесть плоды, раз, сделали ремонт, там, или еще что-то, или сконструировали, у меня проблема, каковы плоды моей профессии, как пастора, как проповедника, у меня это, вот это у меня вопрос, но потом я перехожу к мы, ну, а нас никогда не беспокоят, каковы плоды нашей деятельности, плоды того, что мы с вами, христиане, ходим в церковь, каковы плоды, вот, в общем, проповедь о плодах, да, духа, да, каковы плоды наши деятельности, то есть, я тут теперь соединяю, конечно, можно начать с мы, но здесь не всегда бывает то, что нас объединяет, например, может быть, разная аудитория, у нас еще нет ничего общего, я сейчас, этот месяц у меня очень классный, у меня хороший заработок, я себе позволяю пить фреш самых экзотических, ну, к примеру, да, фруктов на завтрак, на обед, на ужин, я такой довольный, я начинаю рассказывать, знаете, как нам нравится пить фреш с ананасов, бананов, маракуйя, манго, классно ведь, да, а большая часть вообще никогда и не слышали об этих фруктах, да, то есть, ну, это нас ничего не объединяет, да, то есть, есть ситуация, когда очень можно сказать, что вот нас интересует вопрос результаты выборов, да, здесь есть, тут есть, тут есть общая платформа, поэтому здесь, здесь мы уже, насколько знаем аудиторию и насколько это нас может объединить, или, может быть, я поднимаю, вот нас волнует такой вопрос, а это же не вопрос, что нас всех это волнует, понимаете, поэтому это все зависит от знания аудитории, но, тем не менее, есть я, я выхожу, у меня есть вопрос, меня всегда мучает этот вопрос, и вот, а вас не мучает этот вопрос, что уже сколько, когда же закончится эта лекция, будет перемена, поэтому сейчас перемена. Продолжение следует...